Всем привет, это обзор на пиво Рижское из Бристоля, в красной банке, именно которая. Потому что Рижское бывает из магазина красно-белое, там вообще оно в стеклянной такой бутылке, синяя такая этикетка, может быть вы его пили, знаете. То есть в красно-белом бывает рижское другое, то есть это пиво вообще, я не знаю, может быть это вообще даже разные изготовители изготавливают. То есть и состав, и пиво вообще абсолютно другое, возможно, не знаю. А то, которое в красно-белом У меня именно версия из Бристоля Которая в красной банке Более того, даже скажу, что в Бристоле Также два вида бывает Одно в красной банке, одно в стекле Другая этикетка Тоже рижская называется И оно чуть-чуть покрепче И там немножко дороже стоит То есть в Бристоле тоже две версии бывают У меня версия из Бристоля в красной банке С девушкой с двумя бокалами Сами понимаете, вот такой вот пив и значит я чего еще хочу сказать я пиво рижской в жизни не пил ни разу вообще то есть я ни разу не пробовал никакой рижской не из красно-белого не из бристоль вот серьезность сегодня первый день только попробовал первый раз вот поэтому как-то так но отчетом пару человек мне сказали про ту версию которая из красно-белого в стекле с синей этикеткой да то есть пару человек по не расскажет что пиво ну так блять так знаете не ни о чем она по моему там стоит 36 рублей ладно а это стоит сколько 39 она стоит да то есть ну капельку подороже да но я купил там еще акции на него было то есть 37 я купил за 34 то есть со скидкой а который в стекле по моему вообще там 45 что ли стоило на еще немного дороже стоил то есть говорю это к тому что рассматриваем именно вот такую версию то есть я не знаю возможно из красно-белого будет отличаться и в стекле в бристоле тоже будет может отличаться хрен узнать тут вот надпись бристоли что написано хорошо открыл я его где-то минут 20 назад а уже стакан полтора выпил как светлое пиво с хмельным ароматом фирменная четыре с половиной градусов здесь в стекле было 48 по моему градусов вот возможно там разные даже изготовители что банки что в стекле ладно здесь так тучу бристоль и это самое короче состав вода пить его очищены солнышками светлые хмель и продукты алкоголь четыре с половиной экстрактивность 10 и 8 изготовитель это у нас пивоваренная компания балтика это изготавливает вот если что запах какой-то немножко странноватый вот я собственно как и вкус точнее даже не то что странноватым какой-то своеобразный такой до своеобразный и из серии дешманов все-таки вот по запаху ладно налью стакан у 20 прошло такой пены конечно уже не будет но я когда первый стакан налил пена была тут нормально было то есть пену вот сейчас пену немного прошло пена тут была я говорю здесь вот до сюда налил да все остальное пену было ну нормально было более-менее правда она быстро улетучивается эта пена уже заранее скажу что вот эта вся газация здесь пузырьки они быстро уходят на хрен то есть в этом пиве такое часто бывает в дешманах в принципе вот и в той же балтики тройки такая херня тоже быстро улетучивается правда я давненько не пил но я просто помню такое ладно попью вот я бы не знаю как как же сказать так так чтобы правильно передать информацию в общем если вкратце да если вкратце кто пил балтику тройку блять поднимите руки вот это пиво но это почти то же самое балтика тройка то есть пиво вот уровень такой же балтики тройки то есть качество такой же как у балтики тройки ну там плюс-минус состав может быть и похоже я не помню какой там был состава там ну ладно короче изготовитель тот же тоже пиво варенкомпании балтикой да и по вкусу то есть по консистенции по всей херне вот это балтика тройка тоже самое но есть небольшие отличия то есть вот это почти то же самое балтика тройка почти да но немножко свои какие-то привкусы имеет только вот эта рижская то есть в отличие от балтики тройки ну например да то есть просто немножко привкусы прямо совсем чуть-чуть отличаются но это очень сильно на балтскую тройку похоже вот вкратце если вот как-то так а там уж смотрите сами сразу заранее скажу за то есть 39 она стоила без акции я буду за 34 за 39 на хрен надо его брать то есть я бы его за 39 не стал брать потому что лучше взять старый мельник зеленой бутылки или эфес например тогда уж вот или еще какие-то варианты или может джигули барные например плюс-минус они там в этом ценовом диапазоне может чуть-чуть подороже там по несколько рублей поэтому нахрен надо 39 братья так могу сказать но вот есть со скидки будет там 34 хотя бы там ну хотя хели можно эти копейки конечно не считать я просто пытаюсь оценить уровень этого пива конечно плюс-минус там все эти гроши блять считать же не будем но короче со скидкой можно брать вот я так скажу ну за 39 зачем если есть получше варианты сармельник получше будет эфес получше будет там и и жигули барную например вот не знаю вот как тогда еще что тут сказать можно вот серьезно она имеет какие-то свои послевкусие непонятные блять из серии дешмана вот после вкусе и серии дешмана да но какие именно я не знаю как описать то есть не то чтобы копченость какая-то не то чтобы прям уж кислота не то чтобы там плевотность какая-то что прямо тошнит да ну вот что-то вот своеобразный имеет я даже не знаю как сказать вот как будто какой такой вот янтарное пиво вот знаете раньше вот когда-то очень давно я помню еще блять очень это давно было да то есть я вообще там почти еще ребенком нами был то есть пиво какой-то я припоминаю какой-то янтарное пиво было вот и значит я у бати помню его от отлил что-то попробовал да вот такие вот привкусы мне вспомнились это сейчас вообще откуда из памяти эту информацию даже достал не понимаю вот серьезного пиво янтарный какой-то было сто лет назад вот что-то вот такие привкусы имеют это привкусы из серии дешмана говорю сразу они не то что благородные там приятные них и на вот скажем так это же балтика тройка но немножко другим вкусом то есть вот у балтика тройки сравнить да то есть у тройки более классический более ровный вкус все таки вот а здесь что-то своя какая-то специфичность определенная поэтому выбирая между этими вариантами я лучше балтику тройку тогда уж возьму вот потому что она хотя бы более ровная блять спокойная такая вот несмотря на недорогую ценовую категорию а здесь уже какие-то привкусы свои появились то есть непонятные и прикол в том что кому-то они можете понравиться эти привкусы серьезно говорю потому что ну хрен его знает да кто ну кто недорогое пиво пьет может кому-то зайдут эти привкусы они не то чтобы слишком отвратные просто они своеобразные где-то специфически вот кому-то не может понравиться не знаю а кому-то нет говорю сразу мы не что-то не особо кислота есть такая очень легкая принципе ненавязчивая не очень сильно потом чуть уже сказать близ значит вся вот эта вот газированность пена ой не то что пена да вот именно газированность газации она очень отсюда быстро уходит то есть вот серьезно я первый бокал еще налил еще более-менее было второй бокал наливаю там спустя несколько минут там и так далее все я его сейчас вот даже пью и нету никакой казаться и вообще то есть я пью как будто выдох все пиво то есть не то чтобы она кстати она не очень-то и водянистая в принципе да тем более для четыре с половиной градуса плане водянистости не особо тут не скажу что прям уж вода да но почти вот но дело не в этом дело в том что пузырьков нету вот эти самые газации насыщены с этим всем углекислотой там или чем мы короче вот вся газация на ее тут нет блять я ее я сейчас его пью она хоть и более-менее насыщенную да но она как будто выдохшись уже то есть по поводу пузырьков серьезно горит а прошло минут 20 балтики тройки кстати такая же тем примерно вот короче ладно все если вкратце это пиво в принципе можно пить да то есть по крайней мере прямо желание в унитаз его вылить меня нет как было я в принципе я допью хрен с ним но без особого удовольствия скажем так нет чтобы получить удовольствие это пиво не подходят говорю сразу то есть вот это так чисто как проходной дешевый вариант только вот и все как как дешманский вариант он в принципе пойдет но для того чтобы удовольствие получить еще раз говорю ни хрена не подходит то есть я его пью без удовольствия так чисто вот но она не слишком афратное говорю сразу кстати уровень вот именно качество в целом дать взять это уровень не самого дна потому что бывает еще самое дно там как пиво из ашана какой-нибудь там еще чудо то есть это уровень не самого дна да а где-то вот на один слой повыше по уровню то есть на один слой выше дна то есть это не самое дно но почти дно как скажем так дешевые такую пиву среди дешманов она пойдет скажем так на на любителя там кому-то при вкусы зайду какой то нет это я не знаю не могу сказать потому что своеобразный привкус здесь она имеет сразу еще раз напоминаю кайс какой-то своеобразный припуск лет вперед непонятно какое должны за как его писать вот но привкусы серии дешманских скажете не знаю второй раз точно не возьму нах и надо пляже потому что варианты есть лучше а даже если на край, то лучше на самом крайнем случае лучше балтику-тройку тогда взять. Вот, как-то так. Все, пока.